Направили меня в сороковом году на учёбу в техническом училище химиков. Я год проучился и 24 июня я должен был ехать к маме на каникулы. Получилось так, что после сдачи последнего предмета за первый курс пошли в летний сад. Мы ходим и такая музыка тревожная. Я говорю, да, это что-то непонятное. А потом обратили внимание микрофона этого. Голос Молотова я услышал. Он объявляет война. В сорок втором году, когда ледовая дорога наладилась через Ладожское озеро, меня и других вывезли на большую землю. Когда нас вывозили, я по дороге, где останавливался поезд, всё время пробовал забегать в военкоматы, чтобы меня направили на фронт. Я добился своего, и я попал в Толбукину Фёдору Ивановичу на 4-й Украинский фронт. Участвовал в боях, а затем в Запорожье, под Мелитополем. Затем нас направили форсировать Сиваж. Я даже снайпер одного убил немецкого. Я следил за ними, и одного из них я отдохал. Я воевал за родину свою. Потому что награда, награда, я надо освободить было всю оккупированную территорию, которая была занята фашистом. Получили задание взять язык и доставить мину из переднего края фашистов. И саморядов такой был, держал окошку в руках, снимал взрыватели. Противотанковая мина 10 килограмм Тола. Это этот дом бы на мелкие части разлетелся от такой мины. Он боковой снял, домный снял. А верхний был натяжного действия с траншеей немцев. Они почувствовали, что кто-то там ковряется. И дёрнули, и эта мина взорвалась. И это подняло саморядово на высокую высоту. И разлетелся на мелкие части. Мы ничего не нашли на нейтральной полосе даже. Его тело. Я только документы сохранил и направил матери все его. В Будапеште мы окружили 188 тысяч венгерских и немецких войск. И два парламентера, один Миклаш Штейниц, венгр, но знал русский язык. И пошёл, принёс предложение. Сдавайтесь. Они его убили прямо в спину. Тогда мы открыли огонь со всех видов оружия. И по существу с 12 на 13 число мы полностью освободили Будапешт. Ну что я хочу пожелать? Чтобы молодёжь наша никогда не видела такой войны. И чтобы они никогда не воевали с другими странами. Чтобы все жили мирной жизнью и решали свои внутренние вопросы свободно и счастливо. Продолжение следует...